Мифы древней Греции о легендарном царе Миносе и его жене Пасифае, загадочном лабиринте и кровожадном Минотавре, Тесее и Ариадне, Дедале и Икаре всегда будоражили сознание. Они воспринимались как красивая и в то же время жутковатая сказка. Но оказалось, что лабиринт, творец и герои того времени вполне реальны. Спустя более трех тысяч лет после гибели древней цивилизации, дворец царя Миноса был вновь открыт и сейчас является одной из главных достопримечательностей Крита. Кносский дворец был раскопом в начале 20 века выдающимся английским археологом сэром Артуром Эвансом. Это было грандиозное сооружение, занимавшее площадь примерно 20 тысяч квадратных метров. До настоящего времени ведутся споры о том, что из себя представлял этот дворец. То ли это были жилые помещения, включавшие из себя царские покои и кладовые, то ли это был в своей основе ритуальный комплекс. Но тем не менее, именно здесь, только в Кноссе, мы можем прикоснуться к давно ушедшей минойской цивилизации. Наша экскурсия по дворцу начинается с так называемого западного двора. С одной его стороны обращают внимание круглые ямы Кулурсы. Они считаются хранилищами для зерна. Но в более ранние времена, до постройки дворца, на этом месте находились жилые постройки, преобразованные впоследствии в склады. Западный двор пересекает ритуальный коридор, покрытый более высокими камнями в отличие от остального пола. Современный вход во дворец повторяет один из древних входов – западный. Отсюда начинается парадный коридор шествий. Своё название он получил от одной росписи, украшавшей его стены. На двух ярусах изображалась церемония священного шествия, в котором принимало участие большое количество мужчин и женщин, несущих дары и ритуальные сосуды. В центре сцены располагалась женская фигура, олицетворяющая богиню. Во главе священного шествия шёл принц с лилиями. Копия этой фрески находится в конце восстановленного коридора, ведущего к центральному двору. Во время раскопок Носского дворца, кроме изумительных фресок, было найдено много потрясающих произведений искусства Минойской цивилизации. Все они экспонируются в великолепном археологическом музее Ираклияна. Один из таких шедевров – алебастровый ритуальный сосуд, найденный на территории коридора процессии. Кроме красивого дизайна, он интересен тем, что его дно имеет отверстие. Такой сосуд вставляли в землю, и жертвенная кровь, как подношение богам, просачивалась в грунт. Далее, по ходу ритуального коридора видны остатки домов знатных горожан. Паянсовые таблички с изображением фасадов домов, найденные в Кносе, позволили воссоздать вид домов, в которых жили люди примерно 1700 лет до н.э. Модели реконструкции Минойских домов показывают, насколько они были разнообразны и не походили на жилища других цивилизаций этого периода. Минойцы подарили нам идею многоэтажности и использования световых колодцев для естественного освещения. Разветвление коридора шествий приводит к южным пропилеям. Эта часть дворца является результатом реконструкции, проведенной Эвансом. На восстановленной стене размещена копия фрески с изображением шествия с дарами и ритуальными сосудами. Сохранившиеся фрагменты фрески дают представление о внешнем виде и одежде минойцев. Это были стройные люди с близким нам идеалом красоты. Гигантские эпифасы были поставлены в южных пропилеях после того, как они превратились в кладовую. От южных пропилей широкая лестница ведет к помещениям верхнего этажа. Согласно архитектурному термину итальянского возрождения, этот уровень Эванс назвал пиано-нобеле, то есть этаж для знатных господ. С этого уровня хорошо виден комплекс так называемых западных кладовых. В них обнаружили большое количество гигантских пифасов высотой 1,5-2 метра. Некоторые из них до сих пор стоят на своем месте уже более 3,5 тысяч лет. Другие выставлены в музее. Предназначались они для хранения продуктов. Размер кладовых позволяет представить, для какого количества обитателей дворца делались такие огромные запасы. Кроме пифасов, в этой части дворца были найдены ящики с глиняными табличками. Как известно, у минойцев существовало два вида письменности – линейное письмо А и Б. Письмо А до сих пор не расшифровано, а письмо Б на глиняных табличках поведало содержание различных хозяйственных записей, другими словами – бухгалтерию минойского дворца, а также сведения о системе жизнеобеспечения и административном управлении государством. Некоторые помещения дворца сохранили фрагменты росписи с явной религиозной тематикой. Это позволило определить их назначение как святилище. Кроме того, в них были найдены предметы с явно религиозным культом и представляющие большую художественную ценность. Так в трехколонном святилище Пиано-Нобеле найден ритон в виде головы львицы. Большой зал святилища украшала фреска с изображением предположительной жрицы. За изысканность образа, воплощающую идеал женской красоты, она получила название «Парижанка». Широкая лестница верхнего этажа непосредственно ведет на центральный двор прямоугольной формы 50 на 25 метров. На центральный двор выходили фасады наиболее важных зданий дворца. Это комплекс центрального святилища и тронного зала. В святилище находились фигурки уже неведомых нам божеств. Тайная комната трехчастного святилища была запретным местом для простых смертных. В тайнике этой комнаты были найдены шедевры минойского искусства. Сейчас они составляют гордость археологического музея. Это знаменитые богини со змеями. Комплекс тронного зала состоит из четырех помещений. Прихожие, самого тронного зала, бассейна очищений и внутреннего святилища. Прихожая имела четыре входа. Стены покрывала многоцветная роспись. Между двумя каменными скамьями Эванс установил деревянную копию каменного трона. В тронном зале каменный трон стоит на том самом месте, где и был найден. Его отождествляют с троном царя Миноса, который, согласно легенде, был мудрым законодателем и судьей. Это послужило поводом для того, чтобы его копия стала креслом председателя Международного суда в Гааге. Грифоны на стенной росписи символизируют силу и власть. Посреди тронного зала стоит чаша для омовения. Раньше она стояла в прихожей и предназначалась для посетителей перед входом в тронный зал. Но в целях безопасности от современных посетителей ее переставили. Для самого царя роскошный бассейн для ритуального омовения находится прямо перед троном. С помощью только одного светового колодца освещалась большая лестничная клетка четырехэтажных царских апартаментов, так называемых мегарона царя и мегарона царицы. Это была самая большая лестница дворца, окруженная колоннадой. Повторяясь на каждом этаже, она образует одна над другой верандой. Самая верхняя веранда названа верандой гарнизона из-за росписи с изображением щитов в виде восьмерки. Над верандой находится большой зал, названный по расположению «Восточный». От него сохранился только восстановленный пол. Судя по находкам, Восточный зал имел роскошную декорацию в виде рельефных росписей, привязанных к колоннам грифонов и атлетов, играющих с быком. Недалеко от зала стояла пара святых рогов, сделанных из раствора. Минойская цивилизация считалась миролюбивой, которая не вела войн с соседями. Найденные на территории дворца двойные топорики-лабрисы считают в большей степени связаны с культом быка и ритуальным жертвоприношением, а не с агрессией. Изображение лабрисов и быка часто встречается на найденных керамических сосудах и на стенной росписи. А вот шлемы и разнообразные мечи относят к пришедшей ей на смену воинственной мекенской цивилизации. В дворцовом комплексе Мегарон царицы был достаточно благоустроен. Кроме парадных имелись ванная комната и туалет. Стены апартаментов царицы покрывала роскошная настенная роспись. Самые замечательные из них – это фреска с дельфинами и дамы в голубом. Изображенные дамы выглядят очень независимо и уверенными в себе. Эта фреска хорошо иллюстрирует особенности одежды, украшения и прически того времени. Обращает на себя внимание очень глубокое декольте. В археологическом музее представлены украшения того времени из золота и драгоценных камней. Все они очень изящны. Им могут позавидовать современные дамы. Бронзовые зеркала, коробочки для парфюмерии говорят о том, что дамы очень заботились о своей внешности. А посуда приводит просто в восторг. Разнообразие форм превосходит современное и свидетельствует о высокой кухне. В прошлом на этой территории располагался большой зал, названный Эвансом-таможней. Он построен в той части дворца, которая смотрит на море, поэтому объясняется как место контроля людей и продуктов, прибывших во дворец. За ним виден западный бастион с впечатляющей росписью быка. Согласно Эвансу, роспись была видимой в течение многих веков после разрушения дворца. Это и поспособствовало созданию легенды о лабиринте. Далее расположен северный бассейн очищений дворца. Полностью восстановлен Эвансом. Он окружен парапетом, на который опираются колонны. Лестница, состоящая из многих ступенек, ведет вовнутрь. Нижние части бассейна были покрыты плитами, а стены выше были украшены росписью. Это просторное покрытое плитами место отождествляется с театром. Подсчитано, что такой театр мог вместить более 500 человек. Наиболее вероятно, что он был предназначен для проведения религиозных мероприятий, игр с быком и проведения танцевальных праздников. От театра начинается царская дорога. По стандартам того времени она весьма монументальна. В настоящее время она признана самой старой дорогой в Европе. На царской дороге мы прощаемся с сердцем Минойской цивилизации. Первой цивилизации, известной в Европе. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!